Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас Вот нам предложили такую тему, и мы теперь каждый день часть вопросов какие были, не полностью, часть хотя бы стараемся объяснить, об этом люди просят, посещают, считай Номер 32. Вопросы, пожелания, события дня, задавайте вопросы Дело в том, что на то, что громко говорит, еще ни одной жалобы не было А то, что тихо говорите, непрерывная жалоба, не слышно, не слышно Лицом повернуты сюда, микрофон там, вы все там мямлите, сидите, мне не подходит это Почему Жирновский тихо не говорит? Самый популярный политик, и все понимают Ну говорит, он просто не говорит, он все время кричит, у него огонь Остальное можно говорить, там, не такое, там, драчун и прочее, но он же знает Попутно сказать, ни один политолог не знает, что будет завтра Расклад так меняется, что даже сказать нельзя И поэтому никакие знания не помогут Никто не мог предсказать, что будет крушение царского режима в такой степени Что за царем вся Россия пойдет на Голгофу И что фашистский режим так печально кончится И что коммунизм кончится такой бедой Что развал и разворовывание начнется, не знают А вот как было, люди-то учатся опыт, как было, а оно сегодня не так Библейские примеры остаются навсегда, а эти пришли-ушли, повтора нету Итак, я за эпигром беру все время один и на тот же стих Не из Библии Кругом измена, трусость и обман Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения от престола Потому что сегодня это во всем мире и в государстве Особенно в книге Третьей Едры, говорит, и при коварстве его будет иметь успех Ну и далее, так как выставляем большие ролики, а содержания-то нет Нужно дать содержание Вот я пишу об этом Потому что не бываю я в Одноклассниках, не бываю в ВКонтакте А модераторы там, администрация берут вопросы какие есть И на меня перекидывают на наш форум У нас форум есть, вот этот форум можно показать даже Вот он, так, это не форум, вот сейчас покажу я где Вот он наш форум Посмотри, как выглядит Просто зарядите Яндекс, Гугл, форум Игнатия Лапкина Это 1587, это очень богатый форум Очень богатый Могу сказать, что ни на одном форуме такого сокровища нет, как у нас Кроме того, у нас есть еще и сайт Вот я открываю его Сайт И тоже в Миро и Сети равного ему нету Вот во свете Библии православный сайт 50 книг каудио мной насчитаны были Еще в коммунистические времена Вот 4124 ответа По Библии отвечаю Что говорит Святая Библия Что говорят Святые Отцы На вопрос в один Житие Святых Это 1173 Жития 12 книг Дмитрия Ростовского И что говорят каноны, книга правил Вот по 4 параметрам всегда дается ответ Ну вот так Здесь Вот нажал здесь сразу на видеоканал Здесь нажать сразу на наш форум Вот так И поэтому прошу, чтобы Помогли Взять какой-то ролик и до конца его слушать И отмечать на какой минуте, где что есть Вот сегодня работает один человек Николай Коля, он называет себя И уже роликов, наверное, 6 отработал он И мы все это вставляем Теперь легче будет искать Ну вы зайдете, видите, нет на него оглавления Ну и берите любой ролик, какой вам понравится Ну вот на эти не надо, которые ставим Он уже захватил эту тему Вот так И вот это меня об этом просит Я это сказал И заходите прямо сюда Не ВКонтакте ВКонтакте я не бываю Прямо на наш форум И свои вопросы вставляете Вот так Ну это объявление Вот что сзади у нас было Немножко хотя бы Часть вопросов По желанию Саша Дрондин Игнатий Тихонович Вы с Юрием Шаповалом О Рогозине говорите Это тот, который написал книгу Откуда все это появилось Или другой Первого я не воспринимаю Ответ Да, он написал еще Существует ли загробная жизнь Совоконтанность, совершенство Да Кто же этот Да И дальше Саша Дрондин Книга Рогозина Откуда все это появилось Она против православия Он просто неверно Интерпретирует Историю церкви Но эта книга Баптистов читаемая А в результате Сильно препятствует Их переходу Может вам ее прочитать И сделать опровержение Ну Что значит прочитать Вот Я показал Какие книги здесь Существует ли загробная жизнь Хорошая Совоконтанность, совершенство Третья книга Кто же этот Это Павел Иосифович Рогозин И мне это было Поставлено в обвинение Когда меня судили Я ее насчитал И распространил По всей стране То есть хорошее Но дальше вдруг говорят Вот такое Он еще написал Ну Против как православия Откуда это появилось Я считаю Не могу поверить Что это он Я переписывался С людьми Которые лично его знали Лично Как Ярл Николаевич Пестия С ним переписывался Там он С его отцом Вроде еще работал Благословенный брат Тут он говорит Ну вообще Как будто вот Шпаненок какой-то Дальше А там столько Таких несуразиц Что и опровергать Ничего Он даты перекидывает На тысячу лет Крестное знамение Появилось в 1500 году Например Слово православие Появилось там В 17 веке Ну что это Что тут опровергать Он может сказать Христиане появились В 23 веке Ну то есть так Колобродец что попало Как это можно было Упускать такое Ну то просмотри Жития святых В первом веке Уже совершали Крестное знамение Православие Слово православное Появляется В апостольских правилах Уже Не считая Во всех вселенских соборах Опровергать то нечего Ну Что то ляпнул А я должен опровергать Это Нет Интересно Вот допустим Тебя оклеветали А я подал в суд За унижение За подрыв Деловой репутации То в суде Я не должен доказывать Ничего Я Теперь судья Только его спрашивают Тот должен доказывать А он что докажет Ничего нету А мне опровергать Это и не надо Я могу дать Только представить Характеристики Что Ну Я не мог этого делать Это не соответствует Действительности Но по разным причинам Вот такое Такое Это там было Такой это там был человек Я представляю фотографии Тех лет И показываю Что этот человек Намного выше меня А который говорит Да он много ниже меня Там Ну все такое вот То есть я могу Помочь доказать Что этого не было Еще дальше Просто колобродит кто-то И может быть Просто хулиганье Под его именем Решили выглядеть Истинными в заблуждениях Истинными в заблуждениях И на все его выпады Истинными в заблуждениях Истинными в заблуждениях То есть я жду Истинными в заблуждениях Истинными в заблуждениях И все еще на пенсии Истинные в заблуждениях Вот как надо жить Не паразитировать Он говорит Спать некогда А тут спят По 12 часов Попытаются еще что-то говорить Зачем Когда ты никто Ты паразит просто Вот человек Познакомьтесь с ним Дальше Под лежащий камень Мы всегда успеем Вот как пословицы Как еще Он много выставил Но я взял Всего-то несколько Дальше Нашему народу Уже столько обещано А ему все мало Вот как Сколько обещано Заходи тихо Говори четко Проси мало Уходи быстро Вот как Что нужно Дальше Лариса Сиряков Принимай ваше все Вижу Узнаю тебя То есть По стихотворению Которое я поставил Там Лермонтов говорит Пророк Некрасова Со всех сторон Его клянут И только труп Его увидя Как много сделал Он поймут И как любил Он ненавидит Все относят Так это про вас сказано Ну да Вот мне Просто Биография моя Сходится с тем О чем они пишут Это люди пишут Дальше Все доброе здесь Уничтожают И искажают Почему Учитывайте Учитывайте В каком мире мы живем Да Сатана не дремлет Он за своих Вылупков мстит Вот как Вылупков Какое новое слово Ох Какая красота У меня там сидит На голубят Не залезла Смотри Какой взгляд У нее Ох Что она заметила Не знаю Давай Дальше Юрий Соболев Послушал только что Вашу беседу С адвентистами Высший класс Адвентисты Ваши собеседники Не в пример Многим современным Еретикам Люди знающие Понятно что С оговорками Знающие писания Писания Предания Истории Боюсь Ныне мало кому Из православных Под силой Вести диспут С такими достойными Оппонентами Николай Весвеселов Мир вам Игнатий Тихонович Начал скачивать С вашего сайта Восвете Библии Аудио Библию Скачал 9 глав И все Больше ничего Невозможно скачать Перекидывает На Яндекс Диск У меня с компьютером Все в порядке С других сайтов Скачиваю без проблем А так хотелось Прослушать Ваши аудиокниги Проконсультируйтесь С вашими модераторами В чем может быть причина Вот я говорю Это модераторы Смотрите Я не специалист Все что у меня есть Ресурсы Сайт Форум В этом В моем мире Видеоканал Это все Господь помог Через других людей У меня нет знаний таких Дальше Александр Каверин Здравствуйте Игнатий Тихонович Подскажите пожалуйста Можно ли венчаться Некрещенным Можно Можно И церковь венчает Когда один Верующий Крещеный А другой Некрещенный В церкви венчают В скобках Если крещение В кавычках Было только обливательным Не в полное погружение Да разрешается И рассмотрите пожалуйста Такие ситуации Если повенчали Якобы крещенных людей Считается ли Таинство Венчание Действительное Конечно И если муж К примеру Крещен в полное погружение А жена Нет Только в обливательном Будет ли Таинство Венчание Действительное Да Действительно Спасти Христос За помощь Здоровья вам Ну вот Тут надо смотреть Не надеяться Что на епископ Сегодня епископ Только разводить Никто не может На епископ Дана власть У него такие Вороха Папок Разводных дел При живых Женах Второй Третий Раз Что это такое Кто это дал Какие-то каноны Ничего нет Это превышение Своих полномочий И что Узаконенный Разврат По другому Никак нельзя Через Апархиальное Ведомство Шереметьев Александр Судят русского Поэта Николая Боголюбова Помолитесь о нем Помоги Господи Я показывает Какой ролик Мы вчера смотрели Как он считает Считает Конечно отлично Ну просто Прекрасно считает Вот минуту назад Пришло Алексу Стасу Гнатий Тихонович Позвольте вас Поправить Вы не правы Когда утверждаете Бесполезность Литургии Безнарода Ну да Я не говорил Бесполезность Надо другим заниматься Освободить священника А то литургия Литургия Вроде бы все Солнце остановится Идите и благовествуйте Ни о какой литургии Христос не говорил А так можно день и ночь Стоять Одному никуда не идти Это вопреки Слово Божие Никого нету Каждый день Служит литургию Он занят Мы приехали Священник Стоит за прилавком Ни одного человека Вообще нету Петь на клиросе Никого нет Один кочегар Зайдет только И все Ну в конце концов Надо одуматься Вы возможно Никогда не участвовали В такой литургии Где в алтаре Служит один ермонах А на клиросе Поет Читает Один человек Ни одного даже нет То есть Словно литургия Служит Ни одного Так вот Такие литургии Самые благодатные И самые мощные По излучению света Ну знаете Это уже Кашпировскому Не ко мне Мощный Свет Досветили Все храмы Разрушены Ведь ни один Ни два храма Было Сорок семь тысяч И ни одного Буквально не осталось Четыре храма Там стояло Еще придут Было это в Византии Было в России Еще будут храмы Храмы Вот это храмовники В отличие от тех Когда храм набит До отказу И епископ служит Вот То есть это не нужно Никогда не любил Это сборище Это сборище Видите как Любит литургию Стоять одному И все Остальное Все сборище Здорово вообще-то Это никого Он не судит Ничего Если есть молитва У кого Так у тех Кто плачет О вывернутости Мира наизнанку Или о горе Каком-то своем Кто плачет Когда никого нет Договорились В храме никого нет Нету Я говорю А это же человек Кто стоял Там Стоит Не перекрестился Ни разу Это кочегар Никого нет И он Священник Нанимает Парня одного Там лет 14 И платит ему Чтобы звонить В колокол Самому Чтобы не лазить И он Бринщит и бринщит Люди жалуются Отсюда людей собирает Ни одного Нету Да не может быть Ну что тебе назвать Клиппенштейн Отец Владимир Сейчас он Епископ Ириней Что уж говорить Он ломил Ломил туда Наконец Все патриархия Отняла Они принадлежали Зарубежные церкви Здесь На просторах Советского Союза Я лично бесел Он приезжал сюда Он у меня был Но я ему стал Немного говорить Он Он как-то День прошел Только у меня На квартире Все Это мне капает На мозги Все время обо мне Это я капаю На мозги Писание совсем Не знает Я говорю Все И больше ни одного Слова ему не сказал Он уже пытался Восстановить Жил Спрашивал Уже ни одного Слова не произнес Ему за остатку За неделю За сколько он жил Ни одного Ни здравствуй Не до свидания Просвечи свои мозги Раз я тебе закапал Библию читаю Мозги Долбят мне Вот и весь ответ Его в епископ поставил Он больше никуда не годен И что он там приобретет Второй момент В церкви Не зря ставят На возвышенности Дабы своим Невидимым светом Они освещали Все вокруг Не освещали А я То есть Святость предают Даже когда Службы нет От церкви От крестов Идет невидимый Глазом свет Его можно ощутить душой Если быть наблюдательным Ну опять же Ну не все же наблюдательны И вот стоит И свет идет И теперь можно фотографировать Снимать Свет Разливается Он распространяется В прямой видимости Вот еще как Не знаю что такое Дальше А когда идет служба Излучение Усиливается во много раз Вот тебя что-то ослепило Даже считать не смог Не мог Ну давай А там где свет Этот попадает В дома И освещают улицы И жилые районы Там человеку Становится Отраден на душе И появляется Тяга к добру Даже у неверующих Ну понятно В чем дело Это вера От слышания От слышания От слова Божия Здесь вера Так от чего От храма От света И идет Что Ну что это Оккультизм Самый стопроцентный Оккультизм Я его не могу Не опровергать Ничего То есть неверующие Но это православный Патриархийный Это уже точно И часто Причащаются Чаще Причащаются Чаще исповедовать Такие мозги У тебя будут Дальше Владимир Кульбицкий Здравствуйте У меня есть Видео О БНН И изгнании бесов Из людей Хотел бы вам Прислать это видео Там в церкви Изгоняют бесов Из людей Батюшка говорит Пастырям Как же вы допустили Такое Видео Очень интересное Если можно Я хотел бы вам прислать Мне интересно Что вы думаете По этому поводу Ну отец Василий Новиков Был Он уже умер Он занимался Новокузнецким Что я об этом думаю А кому какая разница Что я об этом думаю Ну правильно сказано Зачем вы допустили Что с бесами живете А уже изгнать Первый том Творения Яна Златоуса Там монаху Стагирию Был парень Молодой Княжеский сын Учился нормально Ну Монахи его Говорится Сблатовали Так В мире говорят Он пошел в монашество Ну и Лежал спал Рот-то раскрыл И в это время В него черная свинья Вползла Он стал бесноваться Ну отец конечно Поднял панику Иоанн Златоус Специально молитвой Есть наизнание бесов Монахи живут На вершинах гор К нему туда Поточили Никто не мог изгнать И Златоус Говорит о провидении Значит Получишь награду За это Пока живи бесноватой Вот и поэтому Что я об этом говорю То что уже сказано Сергей Игнатов Спаси Христос Я очень благодарен Богу Что у него есть Такие проповедники Слово Божие Как ненавидимый волками По вечной шкуре Игнатий Лапкин Из Барнаула Алтайского края Дающий людям Понимание нашей жизни Во свете Библии И все И что Из Барнаула Во свете Библии То есть все правильно Он юристом работает Владимир Харин Хорошие стихи По вашему житию То есть Я который там Дал всем Что Лермонтов Говорит про Рух И все сразу говорят Так это про вас написано Ну не я это говорю Люди это говорят И видят А почему Действительно похоже И не считай это И поношение И это здорово конечно Когда ты это видишь Что в литературе Это уже было Тебе Это сразу Легко делать А ты не один Всегда были такие Гонимые И дальше М. Мурник В Библии написано Ну как было во дни Ноя Так будет и в пришествии Сына Человеческого Ибо как во дни Перед потопом Ели, пили, женились И выходили замуж До того дня Как вошел Ноя в Ковчег И не думали Пока не пришел потоп И не истребил всех Так будет и пришествии Сына Человеческого Иван Глядт Матфея 24 А в другом месте написано Что будут большие землетрясения По местам И глады И моры И ужасные явления И великие знамения С неба Евангелие от Луки 21 Как понять эти предсказания В одном месте говорится Что будет голод А в другом месте говорится Что будут пить, есть И так далее Как все это понять Объясните Христа ради Спаси Господь Во первых Это не в один день Речь идет о временах То есть Это все По разным местам Может быть и по разному Где-то голод Где-то нет Я не вижу никаких Здесь Будут выходить замуж Вот такое сейчас желание Замуж Замуж Уже все Проиграно Три раза выходила замуж Не могу жить Надо выйти замуж Вот она и есть Это жажда замуж Пришел потоп Господь говорится Водни перед потопом Ели пили Вот И так будет Перешествие сына И тут Великие знамения Знамения Которые в природе Ничего тут нет Дальше Сергей Гафонов А что Сергей Козлов сделал? Непонятен вопрос Что Сергей Козлов сделал? А именно А что он сделал? Какой Сергей Козлов? Тот, который у нас Знакомый парализованный Что он сделал? Я знаю Только добро делал он И низкий ему поклон Это человек Который научить Может многому Как правильно болеть Он это знает И умирать 13 лет на вытяжку лежать Это чего-то стоит И не под забором лежит То, что он делает Двум-трем мужикам Нужно сегодня делать Я к нему В подметке не гожусь Что он сделал? Не знаю, что он сделал В моей памяти Он останется здесь Неразлучив В памяти благодарственной Что такой человек Стретился Столько много он сделал По-разному А говорят Э, Э, Игнатий Против вас не говорит Потому что вы сделали А вы тронете его Что будет? Трогает Пускай трогает Для меня это ласка Только Обречение друзей Это ласка Ничего Никогда не изменится Потому что Кругом измена Труси И обман Я не принадлежу К тем Просто не принадлежу Которые Все так делают Вот показываю Наш Сайт С него переходить нужно К нам Можно переходить Ну вот что пришло За эти дни Давай посчитаем Сергий Тридцать один год Почему здесь крестик стоит Не знаю Тридцать один год А значит Тридцать один год умер Крестик означает Умер Да тогда Кто-то за него поставил Томск Россия Доброе утро Игнатий Тихонович Божье благословение Божье присутствие Не могли бы вы Разобрать это видео А то очень смущает С уважением Сергий Ну я не буду Посмотри Еще тут дальше Говорится и написано Меня трудно считать Мелко Сергий Тридцать один год Не люблю Лицемерных И одержимых Попов Пусть хотя бы Крестить правильно Научиться А не ладошками Лобики мочить В замзду Ответил Королевой Марии Дудин Ты больной поп Симонист Обливальниц Из Сиверска Ну понимаете что Здесь говорится Что я не почитаю Святых Я не почитаю Святых Ну как Пусть они покажут Как почитать Вот мы только что Молились Я в молитвах Каждое утро А днем еще Семь раз Молюсь И упоминаю Примерно 77 имен Святых Пророков Апостолов Серапима Саровского Там Сергия Радонская Там ну всех поминаю Сколько нужно поминать У меня больше Ну 70 Всем умнее Вот оружие мое Четки где-то Как я не Не поминаю Или против Говорю что-то Но я во свете Библии рассматриваю Ну давайте Как его звать Я даже не знаю Священник Или Дьякон Даже непонятно Ну есть такое К барьеру Там Соловьев Тут Саид Жириновский Там кто-то другой Давайте к барьеру Выйдем Давайте Мы вышли к барьеру И вот вышли на наш Видеоканал Вот так Вот видишь Вот он пишет Сергей А что Козлов делал Вот она где Откуда я взял И перетащил Вот Ну хорошо Наш видеоканал Более 4000 роликов И гоняются враги Всячески пытаются Закрыть его То есть безумие Помолитесь Чтобы Господь Как-то сохранил Людей То есть Что попало делают И взламывать И жаловаться Я веду занятия В университете А ролик этот Не их украден Как аудитория Моя Мне она доверена Сидят слушатели Моя тут С краевой администрацией С ФСБ Там все Снимают Православный священник Наш Ни звука нет Там никакого Ни музыки Ни фотографии Заблокировали Да еще предупреждение Еще два И канал закроем Кое-кое как Там все-таки Можно суд Я говорю Подаю в суд Ничего нет Мои ролики Мои Я ничего не взял Даже такой Синтезатор Где-то слышно Даже На него На музыку На это никто Там деньги Не насчисляет Где-то Привязывается Я делаю По фотографиям Как это Ролик Или кто-то там Сделал Наши Мне к 70-летию И там употребляет Жанна Бесчевская Поет Ткнули Все Фильм Про нас снят И занявший Первое место На международном Киноконкурсе Ну На сайте стоит Там претензий Нету А вот на ютубе Там что-то мы взяли Авторские права Нарушили Кто нарушил Чьи Ничего не понятно Где-то Ну то есть Безумие А почему кто Патриархийное кодло Это люди Безбожники Вот самое гнусное Самое противное Отвратительное Предательское Все в патриархии Сегодня Более Несправедливых людей Даже не встречал В жизни своей А уж прошел И тюрьмы И лагеря И просто Ничто И сделали их Такими попы Все партуком накрыл Петрахилю называется Все прощено Иди опять на те же подвиги Ни эпитемии Не накладывают ничего Развратители И вот они здесь Нападают Я против Давай Я против там Святых Ну как против Вот давайте допустим Вот вы зашли на наш видеоканал Вот здесь написано Главное На него нажмите Если у вас нету И вот смотрите Считай Жития Жития святых на каждый день Это 1173 ролика будет Это с нашего сайта Где я насчитал 12 книг Мы стоим На барьере Какой-то этот Поп или кто там стоит И я Как я посчитаю Я начитал 12 томов Дмитрия Ростовского Кроме того По настольным книгам Священнослужителя Патриархия выпущена Перед Патриархией Пимени еще Это второй Третий том И я все это сравнил И нашел Что 174 Жития Нету У Дмитрия Ростовского Более поздний период Уже было Я их насчитал Не добавляя Ни одного слова Не убавляя Ни одного слова Как я что сказал Если где не согласие В колокол давал знать Здесь не по Евангелию Ну как по Евангелию Афанасия Апонская Комиссия была Строили там Храм И оборвалось Это все Упало И завалило Погибло 6 человек Ну те то погибли А он еще кричал Лежал Но его любили Так они одежду его Кровь Вымачивали христиане Выжимали и пили Когда кровь животных запрещена Я это насчитал Мне в упрек А зачем насчитал Из песни слова не выкинешь А в колокол Что означает Не по Евангелию Чтобы обратили внимание Брали тогда Причастие тела Христова в руки Приходили и клали на могилу сверху Ну нормально это Но я и это не пропустил Вот на каждый день Смотрите Вот жития Что написано Вот сегодня какой выставлен 12 января Память преподобной Феодоры Цареградской Вот где Мытарство говорится И что дальше Игнатий Лапкин Канал 22 просмотра 8 часов назад Игнатий Лапкин И дальше что написано Православный проповедник Миссионер Под каждым роликом Написано именно так Это мной Насчитано Мною 80-е годы И сегодня Кто-то выставляет Их оформляет Иконами И все Я не почитаю Я старался всю жизнь Жить так Как говорят Говорит святая Библия Я брал это Осуждают На вас бедная одежда Святые так и жили А вы заморили голодом Святые жили В проголодь Я когда жил один До 5 градусов Тут у меня Температура Ведро угля Как-то сэкономить Надо Меня осуждают За то что я делаю Фактически Так как просят Жития святых Что я ему могу сказать Вот этот священник Ну допустим Он говорит Ну пусть он выйдет Вы первые поговорим Найдите его Вчера мне От близкого Знакомого Очень близкий Который у меня В доме обратился Стал священником Еврей Наум Израилевич Борщуков Из города Тбилиси Он мой крестник Еврей В моем доме Он пришел в православие Семья у него Вчера говорит А вот Стефанов Он не оправдывался Вы поучитесь у Давида Что не надо оправдываться Не оправдываясь Я говорю Что не соответствует Зачем не оправдываться Судный день покажет Кто на чем стоял Как В собачьем сердце Кто на ком стоит Вот Я не могу Ничего больше сказать Дудину уже тут Ответили Да благословите всех Господь Могу только это сказать Дальше Юлия Киреева Благодарю вас за видео Игнатий Храни вас Господь Ну все Благодарю Дальше Даниил Ефимов День рождения Вот у него 3 марта И дальше Родной город Родной город Какой-то Вот он какой Видишь Застегнутый В поезде Замечательный парень Видите как он Серьезный Род закрытый Это видно Что не американец Почему русские Никогда Рот раздевать Зубы видны У нас все время Подвох От правительства От там Где живешь Мы все На стороже Здравствуйте Игнатий Тихонович Добавьте меня В друзья Пожалуйста Я не знаю Я не знаю Где В Одноклассниках Или где Переходите На форум На наш В мой мир Заходите В мой мир Вот он Мой мир Смотрите Какая Вот заходи сюда Друзья Простите Я приму А здесь У нас Сколько видео 2237 И фотографии 18380 Вот приходи сюда Как его звать Даниил Ну Данилушка Приходи Вот сюда Вконтакте Там я не бываю И дальше Антон Киреев Уважаемый Игнатий Тихонович Доброго вам Времени суток Желаю удачи В ваших делах Спасибо за ваши труды Храни вас Бог Вот видите Перетаскивают Ко мне И ставят С двойной перекладкой Ох Какая красавица Екатерина Сергеева Ну Екатерина Добрый день Игнатий Тихонович Батюшка Просим ваших молитв Болен ребенок У наших соседей Спасибо Господи Каждый Все Вот с утра До ночи Звонят Помолитесь Помолитесь Все время Помолитесь Помолитесь Вот так Ну и все Как будто На этой стороне Закончила Дальше проходим Галина Хаустова Город Оренбург Бог в помощь Хорошее дело Вот так и сохранится Россия православная Георгий Меликов Город Ессентуки Игнатий Тихонович Знаете Есть фильм Страсти Христовы Он о последних 12 часах Жизни Иисуса Вы смотрели? Смотрел Ни раз Не понравился Не понравился фильм Лучший фильм Это называется Иисус По Евангелии От Луки Не понравился он мне А почему Это уже вопрос Другой Смотрел И не понравился Илья Климов То есть Много-много Надумано Выдумано А папа Папа сказал Тут все показано Как было Как будто он был В этой толпе И видел Откуда ты знаешь Как было? Мы ничего не знаем Кроме написанного В Святой Библии Спасибо Спасибо, что приняли мою заявку О себе Я москвич Русский Православный Учусь в 11 классе Год назад сильно заболел После Пневмонии Бронхитов Астма Полгода пытался Сам выкарабкаться Но не вышло Попал в больницу Там уколы Гормоны В больницу Пришел на своих ногах А вышел ползком Но не хочу в инвалиды записываться Стал пытаться Сам себя лечить Врачи не хотят И не могут Озлобился на весь мир Раньше в церковь ходил А из больницы вышел Не мог Особенно обидно было Лежал на пасху в больницу Не мог дойти до столовой А медсестры смеялись И даже не дали хлеба Вышел злой Но постепенно злость прошла Лечу себя сам Чувствую себя неплохо Терпимо Стал опять ходить в церковь Понял, что жил неправильно Матерился Маме грубил Мстил обидчиком Стараюсь исправляться Конечно, бывают срывы Но я стараюсь Вот как-то так Бабушка крестила Младенчиком еще На Вадевичьем монастыре Люблю троице Сергиеву Лавру ездить Это недалеко от Москвы Ну, то есть, ничего Вопросов никаких нет Я могу только пригласить На наши ресурсы На сайт, на форум Ютуб Ну, и там вопросы какие-то будут Но если пожелаешь выйти в скайп Можно, но только с родителями Чтобы с двух сторон были родители Его как звать-то? Илюша? Ну, дальше Валентина Чаруева Город Ярославль А видео? Какое-то видео тут Потеряю в заповедник православия Ага, ну, понятно Какая красота Природная и душевная Жива еще Русь православная Во всей ее красоте Молодцы Душа наполнилась Божьей благодатью Что еще скажешь? Видишь, как понимают Светлана Будня Город Днепропетровск Страничка ваша Очень интересная и нужная А главное Ведет нас к истине и свету Благодарю вас Спасибо за дружбу Ну, я отвечал По фильму Да И дальше еще Ну, это ролики хорошие Понравились Ну, тут о чем Ролики понравились Андрей снова Торонто Андрей Михайлов Игнат Тихонович Благодарю вас За разъяснение А как с разбойником На кресте? Он ведь не был крещен Спасибо Не был крещен Церковь еще Не было так Как был Вошел Церковь Такое выражение Крещен в собственной крови Так и было Другие говорят Когда прободление было И кровь и вода Ворода брызнула Ну, священники на это И теперь мы тоже можем Ну, то есть Глупости Ответ Разбойник на кресте Попадает в число тех Кто жил 50 дней После воскресения Христова Пока церкви Его еще не было После возникло Изречение крещения В собственной крови Как после убийства Отца Данила Сысова Меня запрашивают сверху Как канонизировать ли его Отвечаю Никак и не нужно Потому что он святой И как он сам говорил Что умереть за Христа Значит, минуя все мытарства Сразу войти в рай Мытарство Дальше Если Христос сказал Что сегодня же Он будет в раю Значит, так и было Святой Иоанн Златоуст Подробно представление Это описывает Как приходят потом туда Иные из Шиола Люди И как видят там В раю одного единственного Насельника Этого разбойника Без имени Смотрите, житие Святого Порфирия И обвиняют его В проникновении туда Якобы с целью воровства Так что воистину Исайя 55,8,9 Мои мысли Не ваши мысли Не ваши пути Пути мои Говорит Господь Но как небо Выше земли Так пути мои Выше путей ваших И мысли мои Выше мысли ваших Бог устанавливает Определенный порядок Принятия церкви Первое Покаяние Второе Крещение Третье Получение Святого Духа Деяние 2,38 Петр же сказал им Покайтесь И докрестится каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения Крещения То есть прощение Грехов Крещение А не покаяние И получите Дар Святого Духа Но иногда Чтобы убедить людей Что он принял Подозреваемых И отвергаемых Людьми Он сам меняет Этот классический Выверенный порядок Первое Покаяние Второе Получение Дара Святого Духа Святого Третье И потом Только крещение И этим измененным порядком Оправдывается апостол Петр Даши Деяние Назови только так Деяние 10,44 Деяние 11,17 Даша Александр Кологой До города Киев Здравствуйте Скажите Правильно поступаю ли я Если учусь Видеть ауру человека Неправильно Абсолютно неправильно В этом надо каяться Ауру Ничего этого нету Это все Восточное волшебство Из-за этого Должна быть Эпитимья Иначе свихнешься Вот Теперь Дальше переходим Светлана Будня Город Днепропетровск Батюшка Игнатий Желаю вам помощи Божьей В дальнейших трудах И многое благие лето Очень прекрасные видеоролики Обязательно подарю всем друзьям Сколько же надо иметь веры и любви Чтобы вся деревня была православная И сколько вашего труда вложено Да Дай Бог вам здоровья Благодарю Господа Что Он мне посылает Таких друзей как вы Сергей Кучимов Восхищен вашей деятельностью Отец Игнатий Душа поет Когда даже по видео Видишь ваши одухотворенные глаза Мир вам Спасибо Спасибо А другие видят Что это садистам Ну всякие мерзости говорят Почему Патриархийные Это люди у которых Несовести нет Вот часто Причищаются Одержимые демона Как будто Человекодемон Какой-то вырвался Ни перед чем не останавливается Любую мерзость Пахость И к ним туда зовут Как я назову В клаку мерзости Я не говорю О патриархии всей Но вот это Которые вылазят Это вообразить даже невозможно Что они говорят и делают Матеряться Безобразничать Ну вот здесь же Прям заходят и Сергей Афанасьев Город Павлодар Казахстан Отче Я русский В крещении православный И хотя родился в Казахстане А живу на юге Сибири Горжусь Что мои корни В доме Святой Софии Моя жена Из семьи Алтайских старобрядцев Чашников Все это сформировало Во мне Своё отношение к религии Читаю и Коран И Веды Вместе с тем Считаю что русское православие В настоящее время Является главной силой В сопках С определенными оговорками Возрождении Духовной жизни Русского народа Ну считает он еще Основное он найдет здесь Ну считает и все Сергей Сергей Кучмув Отец Игнатий Давно не слышал Слово Божие В истине Которую вы представляете Как мало истинных Служителей Господа Есть в РПЦ Но благодаря вам Многие прозреют И свет истины Озарит в нашу Многострадальную Родину Бог с вами и Святой Дух В вас Это на котором Лауру то видите Вот ответ ему Этого делать нельзя Ибо можете С ума сойти И хуже того На себя руки наложить Нужно попросить у Бога Прощения забывшее И заботиться Видеть свои грехи Исправить жизнь По Слову Божию Во Христе Иисусе Да, к Андрею опять Игнать Тихонович Жил 50 дней После воскресения Христова Пока в церкви Еще его не было Вы имеете ввиду Что он воскрес В числе святых Нет Об этом не говорится Он не воскресал Разбойник Просто душа вошла И гроба Отверзли Многие тела Усопших Воскрекли Нет К этому не относится Разбойник Если правильно вас понял То преступник На кресте Крещение Собственной смерти Получил Хотя На кресте Он был Не за веру Христа И свидетельство Евангельское А за конкретные преступления О чем он сам И засвидетельствовал Товарищу Ну и все дальше Понятно Прощенный Ответ Это я отвечаю Креститься Причаститься Спасается Как Дальше Сергей Дудин Томск У нас хорошие отношения С ним были Вот он стоит Батюшка Добрый вечер Игнатий Тихонович Помолите за меня У меня грешника Как у апостола Павла напасть Немощь телесная Периодически Воспаляются оболочки Головного мозга Завтра Пойду к врачу Вместо того Чтобы пользу Евангелию приносить Помолитесь О скорейшем Уздоровлении Грешного священника Сергия Понимаете Лучшие отношения Как будто Никогда Нельзя было Представить Ну Рукоположен до 30 лет Это понятно Извергает Из сана Это апостольское Правило Шестой Срединский Собор 14-15 правил Но отношения Это были Какие хорошие Я ему отвечаю Вот он Ответ Иногда Стихотворением Ты можешь Прочитать его Да Принято Я прошу Всегда волю Божию Да будет Мне по слову Твоему Спаситель мой Творец Мой защитник В необозримом Будущем Едва Едва Пойму На сколько Раз Мой путь Тобой Просчитан Готов Мой мирный Путь Уже Прерваться И не Гостиницы Тропа Ведет В тюрьму Мой горизонт Кровавой Краской Красен Да будет Мне по слову Твоему Описано Так Не ошибиться Правильно Расслышать Как в ателье Мничью Дорожную Суму Отныне Буду Возглашать Я с крыши Да будет Мне по слову Твоему И не по моему Пусть Скрой на уму Иная Драма Из моих Скитаний Да будет Мне по слову Твоему По Библии Святой По Божьему Уставу Благодарю Что будущее Скрыто Близ пропасти Спокойно Прикорну Твоей Заботой Нежной И укрытой Да будет Все по слову Твоему Разбит Мой чон В штормах С надеждой Не тону С обломом Мачты Смертной Тоской Да будет Мне по слову Твоему На голый Выступ Скал Я послан На постой И не моя Заслуга Что живу Разулся С Моисеем Перед сущим Да будет Мне по слову Моему Да будет Не по слову Моему За словом Истины Уже Ступил На сушу Из всех Сокровищ Мира Я возьму Священное Писание В дорогу Да будет Не по слову Твоему Позволь Пристать К небесному Порогу Исполнить Все Завещанное Духом С благодарением Глотая Горечь Мук Земная Тверть Бойцам Не стала Пухом Да будет Не по слову Твоему И 2 Коринфянам Просчитайте 2 Коринфянам 12.7.10 То есть Павел Не болел А Золотовоз Говорит Дальше Ирина Власенко Батюшка Спасибо Господи Какое Замечательное Видео Очень Теплое И глубокое Ну вот Теперь я Покажу Здесь мы Кажется Уже вчера Смотрели Вот это Это было У нас Да Это 24 Теперь надо 25 Стране Супер И шагнуть Вот так Вопрос Почему такой Путь Избрали Для миссионерств В библиотеке Почти случайная Встреча Я просто Присчитать Просто Смотрите А теперь Стихотворение Где на это Написал Как Мы идем От дома К дому От села К селу Несем Евангелие Падшим И заблудшим От стоптанных Сапог Оставил След каблук Твердил Одно И тоже В завязанные Уши Кто жаждет Кто иссох И вовсе Дрыхлел И опостылили Кому Корма И жвачка Кто понял Их апартаменты Худший хлеб Уразумел Свинарниками Стали Евродачи От дома К хате От двери К воротам Стучим Смиренно Слушателей Ищем Не принявшие Весть Благую Колобродят А сами И не ведают Какой Несем Им Пищи Конечно Же Испорченный Безбожьим Контингент Познание О Библии И Боге Нередко На нуле Какая Ж закуска У этих На обед Едва Заговорят То Впору Обомлеть Не Вытащишь Из норок Непокоривый Люд Как Все Как Принято Под общую Гребенку А если Б сказали Что Стопочку Нальют Ломились Бы Старухи И не Отстал Ребенок Похоже Доигрались Телевизор Ящик И ни О чем Возвышенном Душа Не Помышляет Давно Бли Атеизмом Их Жег Огонь Палящий Над Гоями Равин В Широкополой Шляпе Мы так Считали Это Ну Вот так Дальше За два Года Мы Посетили Примерно 370 Городов И районных Центров Это За 5 Полных Месяцев Когда Прошли 80 Тысяч Километров Было Всякое И очень Милое И весьма Тревожное Но Нападений На нас Нигде Не было А просто На таможне В Азербайджане Поддержали 6 часов При въезде И 9 При выезде Но так Было И со всеми И не с нами Одними Жара Не выйти Ни воды Ни туалета А я Собака Температура Плюс 46 В кабине Я был Осунулся Собакой А автоматчик Вышки Мгновенно На меня И нам Пришлось Быстро Ориентироваться В кабину Попадали К родным И близким Как в Томске В Германии В Грузии И в разных Городах Где наши Священники Все они В московской Патриархии Там в храмах Пришлось И проповедовать Но вот В одном месте Случилось такое Едем И видим Что то не так Как обычно Не такая Железная дорога Что то Тревожит нас И подъехав Плотную Еще так и Не поняли Почему этого города Нет в навигаторе Что то вроде Солнечногорска В Красноярском крае И зачем Они нас Пустили на территорию И тут же Тормознули Без санкций ФСБ Или без Письменного Запроса Нас не пускать Выпустили А уже темнеет Думаю Где бы свернуть Уйти от трассы Километра на два В сторону Да там Изоболевся Полосой Сокрыться И на ужин Сготовить С собой Нас картошка И овощи Разные Сухари Вермишель И прочее Нужное Но направо Насыпь И железная дорога А слева Траншея И никуда Некуда завернуть Мы следим Так чтобы Хвост не потянуть Следящих за нами Уже стемнело А едем Едем И никуда Как в туннеле Но вот Вправо Открылся переезд Мы туда И по трассе Уходим А все думается Что за нами Следят Скрылись Потом с насыпи Нырнули И вредненький Березовый колок Там в лощине Скрылись Все сготовили При махоньком костре Как-то тревожно Таинственно Утром встали Как всегда рано Туман Молиться кратко Помолиться кратко И основные молитвы Уже на ходу Вылезли уже на трассу А так и осталось В памяти Что мы под большим Подозрением у кого-то А нам это надо Нас никто пальцем Не тронул А на деле Вот как Так и осталось Все переворошу Не на один раз Были прекрасные Ныне хозяев На нашей ставке В Ростовской области В город Шахты А вот в памяти Именно вот этот уход И под подозрением Залегли И даже ночью во сне Иногда нехорошо Отец Михаил Симуков Город Сыктывар Добрый вечер Дорогой брат Во Христе Игнатий Мне очень нравится Как вы проповедуете Слово Божие Ответ Какие мои видео смотрели Их выставили На порядка полтора тысяч Тогда было 1500 Сегодня 4000 Михаил Симуков Проповедь по Ефесянам Хорошая проповедь Я собираюсь и другие Ваши проповеди Просмотреть Пока только одну Посмотрел и заинтересовался Ответ Как на меня вышли Посмотрите другие видео Михаил Симуков Я вконтакте вас нашел Случайно нашел У кого-то на странице Хорошо Раз знакомству Кирилл Забой В город Сургут Почему царя Николая Причислили к лику святых Ведь при нем же люди голодали Второй вопрос Ну первое При нем люди голодали Понимаете Какое отношение При нем люди голодали Были и голодали Но Россия В то время Самая быстро развивающаяся Была страна Что значил ее Золотой рубль И как это было Поставлено Мировой закулисой Масонами Погубить ее Ну Вообще Если бы Не сдвинули ее С этого маршрута То в 35-м году Россия стояла бы На первом месте в мире Показывают эксперты Второй вопрос Может ли мусульманка Работать в паломнической Гостинице Мужского монастыря Ну тем более В мужском монастыре Мусульманка Да Женщина вообще Не должна даже появляться Там Не мусульманка Никто Олег Ведбеденко Украина Город Луцк Это знакомый Олег Ведбеденко Отче мир вам Вы в РПЦ спасаетесь Не притесняют Ответ Всегда говорю открыто Так как есть За это некоторые Меня не любят Но даже среди таких Есть которые ставят пример Олег Ведбеденко Слава Богу за все Вспомнилось Служение отца Павла Адельгейма Нелегко быть священником Видите А Павла Адельгейма Убили И мне говорят Вас такая же участь ждет Ответ Посмотрите Как будет Как будет Наши видео Как время будет Наши видео Олег Ведбеденко Благословение Господне на вас Будет трудно Обращайтесь Я епископ Апостольской Православной Церкви Приглашаю на сайт Библиейская школа Духовного совершенствования Епископа Олега Ведбеденко Канал Ютуб Ответ Посмотрите Как будет Время Наши видео Ответ Спасибо Дальше он Поясняет Вот что у него было Маленько заснять Кто-то посмотрит Тоже Я как правило Стараюсь Все абсолютно смотреть Василий Панин Город Москва Игнат Тихонович В чем заключается Гнусность Евгеев Мужчина Разжигается Похотью Друг на друга И в должное возмездие Получит Апостол Павел Говорит Содом и Гоморра Более гнусного Греха Кажется нет Я знаю что есть Об этом говорят Но мне не укладывается в уме Но неужели это есть Вот поэтому Есть комнаты такие В тюрьме Где специально Там опускают Такие люди Нападают на него И насилуют У нас было Даже ничего не доказано Еще Его туда кинули Кинули Ну что они Мужики с четверем Там это Уголовники Они его изнасиловали Есть зона Такой фильм Есть 50 серий Ну он вернулся домой Бондаренко Фамилия Из города Это Из села Мамонтово Наши районный центр Отпустили Он не виновен Ну а позорь Но он не выдержал Пришел домой Взял ружье И застрелился Потеряли человека Кристиан из Сара Легран Город Москва Музыканты Музыка в нашем исполнении Игнатий Тихонович Я очень рад нашему знакомству Низкий вам поклон и почтение Я очень много смотрел Ваши видео Я вошел в вашу группу У меня в друзьях Чем могу Буду помогать Я буду вас пропагандировать Игнатий Тихонович У меня есть один вопрос К вам Как вы считаете Как можно победить Садомию Мракобесие и словоблудие Ну внешне я знаю как Поезжайте В Саудовскую Аравию Или к ИГИЛу туда Скажите Вот у самой такое есть Там очень действенно Лещат это дело Самое большее До вечера доживете И все кончилось Почему там Нигде и парадов Нигде нету Ничего нету Нету Почему в Саудовской Аравии В Тунисе нет гей парадов Нету И унальной дистриции нету Что доказывать то А главное Это родиться свыше Обратиться к Богу Иметь страх Божий Ну это я отвечаю Мои ответы Вот так Считай Недавно была статья В Комсомольской правде На весь Разворот газеты Заголовок Если бы большевики Не победили Большевики Большевики не победили В 18 году То нас сегодня Было бы 650 миллионов В России Так когда же Все таки голодали Где голодают Там вымирают А тут была Естественная прибыль Ежегодная От 3 до 5 миллионов Вот не считаю Которые умерли Потому что живая прибыль От 3 до 5 миллионов У нас наоборот Выкладки Менделеева Проверьте на досуге И царя канонизировать Не нужно было И не потому Что где-то голодали Голодали А потому Только Что любая канонизация Есть дерзкий вызов Всемогущему И всезнающему И всезнающему Богу Самопределение Грешными людьми Кого в рай Кого в ад 1 Коринфянам 4 5 Посему не судите Никак прежде времени Пока не придет Господь Который И осветит Сокрытой во мраке И обнаружит Сердечное намерение И тогда Каждому будет Хвала от Бога Мусульманка Не может поработать Там где одни мужчины Это по их законам А тем более В паломнической гостинице Мужского монастыря Попотно сказать Что такой гостиницы Могло бы и не быть Если бы знали Люди Слово Божие И не совершали Бесполезные И вредные хаджи По якобы Святым местам Нужно идти на благовестие Святая Библия Не советует Тратить их зряшно время Но Экклезиаст 1.9 Что было То и будет Что делалось То и будет делаться И нет ничего нового Под солнцем Сегодня Когда задают Священникам вопрос Они Библии не касаются У нас ответ по Библии Люди пришли не ко мне А что об этом говорит Библия святая Что говорит Бог Вот ответ Я отвечаю Бедминка Мы не в Московской Патриархии А в Русской Православной Церкви За рубежом Так и остались В МП невозможно нам быть Они жаждут нашей смерти По всем параметрам Вот и все Вот почему мы там не можем быть Они тянут туда Никогда не пойдем То есть это смерть Ложь и клевета Преследуют нас от них Вызывают милицию И лгут Лгут И лгут Осия 6.9 Как разбойники Подстерегают человека Так сборище священников Убивают на пути Всехим И совершают мерзости Вот как Сборище священников Ну и дальше еще посмотрим Андрей Михайлов Город Торонто Игнатий Тихонович Вас хотел Спросить еще Как понимаю Принадлежность Православной Церкви Подразумевает Евхаристическое Общение К ней Какие церкви Синоды На данный момент Могут участвовать Совместные Евхаристики С РПЦМП Это надо к ним Спрашивать Они меняют там С кем-то Вчера не были Сегодня есть То есть Их надо спрашивать Это ко мне не относится Еще вот в ваших беседах Речь шла Каком-то Так понимаю Законе Или правиле Не пойму Что именно это Насчет зарубежных Синодов На территории Российской Федерации Не могли бы вы Меня просветить В этом вопросе Что именно Это закон Кем выпущен Или нет На данный момент И какова цель его Что за закон Я вопрос даже не понимаю Какой закон Открыты приходы были Епископов Несколько здесь было А это предатели Отступники Они разрушили все Вот сегодня говорят Вот такой Это первый ирак Ну хорошо Русская православная Церковь образована В Карлов Образована То есть Создано было Там же архиереев Было 14 7 миллионов ушло В изгнание Это мне Митрополит Виталий Антоний Храповицкий Говорил Чтобы вот это Объединение было Да нет А даже слышать не хотели Дальше Филарет говорил об этом Нет Анастасий говорил Да о чем Митрополит Виталий говорил У них митрополит Высший было Нет То есть Полностью все разрушили Свой путь Это их по иноче Которые пошли на объединение Их никто иноче не воспринимает Как предатели Разрушители Как отступники С кем соединяетесь-то Я все просчитывал Думал Патриархия Выйдет Из Экуменического движения Совет Церквей И Придаст анафеме Декларацию Митрополита Сергия И тогда Канализация Старя уже произошла И тогда соединяется Ничего не было Патриархия Это самая Беспокаянная Организация Папа принес Покаяние Все друг перед другом Все приносят покаяние Она нигде не принесла Ни загонения Старообрядцев Ни загонения протестантов Этих молокан Ни засотрудничество С властью Посчитайте Алексей Первый Что говорит У гроба Сталина Какая сила Духовная ушла Но они не то что никакие Они изверги Согласно канонов Седьмой Вселенский Собор Третье правило Все данные архиереи Запрещены должны быть Преданы анафеме Это канон говорит Они должны быть извержены Недействительное рукоположение Но я этого не говорю Я говорю каноны Тут ответ О мерзости геев И как избавиться Словоблуде Испокойно Победиться Дамию Ответ Серахов 7.17 Боящийся Господа Направляет дружбу свою так Что каков он сам Таким делается и друг его Ну дальше Серахов 28.9 Солом 1 1.6 Притчи 1.10 19 Экклезиаст 11.9 Экклезиаст 12.14 Солом 48.14 Римлянам 1.32 2 Коринфянам 5.10 Евангелие от Марка 9.44 46.48 Матфея 25.46 Марка 9.44 Вы видите как отмечается По слову Божию 2 Петра 2.2 2-13 Иуда 1.7 8 Это говорится о том Ответ ему на вопрос Дальше Лука 17.29 Римлянам 1.26 27 Евреям 12.15 Иуда 1.23 Римлянам 1.27 Римлянам 1.24 Это мы уже ложестве О геях Об этих 1 Коринфянам 6.18 1 Фессалоникийцам 4.4 Ефесянам 4.18 Левитам 18.22 Римлянам 6.12 1 Коринфянам Не ложись Мужчины Как женщины Это мерзость Это мерзавцы Они должны быть Уничтожены Богом И так и будет Римлянам 6.12 1 Коринфянам 6.9 Судьи 19.22 Иуда 1.7 Левитам 20.13 2 Петра 26 Второзаконие 29.23 Бытие 13.13 Бытие 18.20 Бытие 19.24 26 Еремия 50.40 Лука 17.29 Или я отвечаю Вот места Прочитай Библию Дальше Или поехать В Заудовскую Аравию Или в Йемен Там это разрешается В течение Одного часа И навсегда Словоблудие По-славянски Блядословие Якова 3.1 Вот оно Прочитать Второзаконие 32.33 Псалом 139.4 Даже я прочитаю Просто зафиксируйте Вот что это означает И дальше Игнарь Тихонович У вас издано Более 3000 стихов И все хорошие 3467 По 9 куплетов Каждое стихотворение Если выбрать По 5-10 Лучше В каждой категории То какие бы вы оценили На как более Полезные Какие Несколько Лучше На ваш взгляд На какие категории Можно разделить Ваши стихи У вас есть стихи Животных Это корова Голубь Лошадь Какие темы Еще вы затронули В своих стихах Нет темы Которые бы я не затронул Стекло Окно Пол Потолок На все На все Стихотворение Борода Глаза Язык Рот Сестра Брат Отец Мать На все Стихотворение Есть Как понял Эти стихи Есть стихи О советской власти Стихи О недостатках Есть такие Какие еще темы Можно выделить Так Торонто Ответ Ну дальше Я вошел В вашу группу У меня нет Ну ладно Это я отвечаю 22 года Я поясняю Просто поищу немножко Где наша деревня Что Просто покажи Старости деревни Дальше Это по стихам вопрос Какие стихи Можно выделить Когда я вел занятия Считай Вопрос сложный Почти неразрешимый Дело в том Что когда я вел занятия В разных университетах В милиции В воинских частях На радио В школах По телевидению На заводах И за границей То ко мне поступали Вопросы на записках Много Много было утеряно Но потом пришлось На оставшиеся Вопросы Давать ответы Уже в письменном виде В моих книгах Открыты моком В 30 томах По 752 странице Я отвечаю На 4000 Вот они Смотрите где 4124 Вот они здесь И вот Заходите По темам Мы уже говорили Что дальше Потом пришлось Для интернета На нашем сайте Разнести их По 55 темам Папкам Все же Вопрос касался Конкретно чего-то А вот В своих стихах Их сохранилось И напечатано 3467 По 9 Четырехстрочных Куплетов А какая тематика Тут в одном Куплете Касаешься Не одной темы А уж Девяти Куплетах А уж Девяти Куплетах Нет Тут нельзя Разнести стихи По каким-то категориям Хотя есть и такие Но у меня Столько экстраполяций Столько притч Столько временных Сдвигов На конкретно Наше время И лично На предчитающего Что в пору Исполнить желания Слушателей Читателей И посчитателей Как ни странно Но и такие находятся Написать толкование На свои стихи А уж Набрать 30 стихов С прицелом Переложение их На песни Это вообще Не смогу сделать Пока же Дам те Которые уже Виктор Николаевич Савченко Сам без моего ведома Переложил на музыку И под гитару Исполняет Но мы не претендуем На высокий Профессионализм Можем и желать Можем и желаем Отдать Может быть В лучшие руки Если это принесет Пользу Но нужно помнить Что я христианин И все стихи Во свете Святой Библии Выставил 32 стиха И тут же На форуме Есть сотни Моих стихов Вот здесь В теме Пусть смотрят И берут Кому надо Бесплатно И без счета Так Всем и скажи Но меня Чтобы уведомляли Что взяли Где их искать И если что Получится Чтобы мне прислали В первую очередь Положить на музыку Исполнять Чтобы я проверил Хотя бы с краешку Хотя бы с кромочки Более всего Не люблю Барабаны И прочую ударную технику Терпеть трудно Как будто По ступеням Ват катится Что-то страшное А инструменты И мотивы Это на усмотрение Каждого И про Барабаны Сказал Чтобы не очень уж усердствовали Не приемлю пока Ну дальше Вот это Мои стихотворения Вот о чем они говорят Вот смотрите Ну хотя бы в ответ Оно исполняется Может будет Прочитай Сначала не было так Матфея 19 То есть Обязательно Эпиграфы Священного Писания Дальше Намного Что ныне Видим во храме От попроша И к лгущих У оградки До алтаря До батюшки С дарами Мы допустили Всюду Беспорядки А вот так припев Христос сказал Враждебным Иудеям Я не сужу А это нам Так ново А далее слова От них все холодеет Судить вас будет Слышанное слово А если так То по нему Сверяйся Накладывай В сравнение К одному Один Дымятся злобы Слыши От арясы Да замолчи ты Еретик Кретин Но если я Невежда Недотепа Магистерскую степень Не лизал Могу услышать Как ушли далеко Переродилась В дикую лоза То как не дрогнут Камелавки Митры Хотя бы раз Открыв Новый завет Кто исказил Придумал Мудро и хитро И затемнил Сочетший с неба Свет Умнее бога Впавшие в монахи Кромсали Изречения Христа По какой тематике Видите как Вот Это все Стихотворение Ответ Еще На образ Сексинской Мадонны Видите на что Вот тоже Это все Зайдете Здесь Можно Прочитать Будет Огонь С небес Спаситель Обещал Но против Каждой строчки Место писания Посмотрите Как Вот 36 строчек Стихотворения 36 раз Надо Библию Открыть Да Признаки Пришествия Антихриста Какая тематика Проповедник Ну это Проще Я вот еще Раз Сейчас До конца Догоню А то что Он дальше Говорит Благодарю Что-то он расчесывает Это у него Как будто усы Гитлеровские Он делает Это как будто усы У него Ну да Дальше Павел Белицкий Что-то как-то Много белого Нефункционального Не секта ли у вас Слово секта К православным Не относятся Они даже не знают Секта То что расходится В вероучении Догматикам И нет Института священства Не признают Они не знают Уже в церковь ходят Секта 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 Они знают Это батюшка брат Сходит в воду И крестить будет Погружается в воду Полностью А попыты этого Ну не делают Ну и все Пока на этом Сегодня Во славу Божию Помолитесь Потому что У нас сильное Покушение идет На все наши ресурсы Сатана бросил Все силы Чтоб закрыли Канал Это патриархийные Изберги делают Мой мир закрыли Сайт Ютуб То есть они Бешеные Безбожники Самые негодные Самые злобные И вот Утром встал сегодня Это ужас Просто читай Что они пишут Что говорят И жалобы Говорят Претензии Какие-то Ничего нету Притом нету Но не говорит Значит Ничего и нету Это мой ролик Какой ролик Ты Этот Я не разрешал Там свое А ничего нет Там мое Вот мы сидим Беседуем И завтра На этот ролик Они претендуют Что это их ролик Ну то есть Безумие Я всех прошу Помолитесь Об этой патриархийной Кодли Чтобы они отступились От нас Мне это вреда Не делает Бог Будет судить По делам К чему мы придем Это разрушители Из-за них Земля сгорит Часто исповедуются Часто причащаются Недостойно И поэтому Такое Извращение О чем Андрей Кураев и пишет Все это Голубое лобби Во славу Божию 27 Записали